Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей касаемо The Isle of Rima. Перед началом данного ролика, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим финансовым донатерам и спонсорам на канале, а также подписчикам на Boosty канале. Спасибо, друзья! Итак, начнем. Вышел 43-й девлог от разработчиков The Isle. В этом выпуске немного поговорим о девлоге, над чем работали разрабы и продолжают работать, а также в конце немного расскажу о том, что мне удалось узнать о будущем игры. Так что бери, короче, горячий чай, печенюшки, что у тебя там есть и присаживайся, да. Дорогие друзья, ну а перед тем, как продолжить, я бы хотел посоветовать вам начинающий ютуб-канал Вэртроп. Здесь вы найдете монтажики по разным играм, в том числе War Thunder, Path of Titans, также прохождение игр, например, Raft Portal 2. А в будущем, по словам самого Вэртропа, на канале будет и The Isle. Лично я буду рад, если ты прямо сейчас, либо после просмотра данного ролика подпишешься на Вэртропа. Так как я лично вижу у парня очень хороший потенциал. Человек отзывчивый и добрый. Поддержите ютубера и исполните его мечту набить тысячу подписчиков до конца этого года. Осталась всего лишь какая-то пятихатка. Кстати, сам лично подписан на него и слежу за его уже достаточно хорошим продвижением. Ссылка на его ютуб-канал, а также ютуберский дискорд, будет все в описании. Ну что же, блядь, всем приветствую Вэртроп. Сегодня у нас по Матхайданс. И он вышел в новый режим на игру, на паблик-тесте. Паблик-тест их весь будет написано всегда. Ну что же, начнем с девлога. Наверное, самое главное интересное. Как обычно, по словам разрабов, это был для них тяжелый и трудоемкий месяц разработки игры, которые они потратили на изменения разных. Механика изменений карты Getaway работой над ошибками. Некоторые новые механики не были вовремя готовы, поэтому пришлось отложить работу над ними. Некоторые механики, находящиеся в процессе разработки. Первое. Способность ренозавра сокрушать. В целом, и понятным, он будет ломать кости. Это будет смесь рывка и захвата с разным поведением в зависимости от размера цели. Второе. Мутации. В основном, механика готова, но не все разработанные мутации были добавлены. Они могут сделать это со временем, чтобы у нас был лучший баланс. В связи с этим, они позволят владельцам серверов настраивать значения каждой мутации, а также включать и отключать их все или только несколько. И все это через конфигурации настройки самого сервера. Третье. Механика рытья. Четвертое. Обновление баланса. В целом, они должны внести больше изменений в баланс некоторых способностей и механик. Пятое. Наскок получил некоторое обновление новой системы захвата, отключенной для настоящего выпуска. Также, некоторые изменения баланса и важные изменения удары по передней или задней части. Большой цели больше не будут фиксироваться. Вместо этого, тот же Амнираптор будет выполнять атаку когтями, наносящую небольшой урон. Чтобы захватить цель и повиснуть, ее нужно будет атаковать с боков. Это изменение коснется и Траодона. Фиксация спереди изначально была реализована так, чтобы помочь игрокам, испытывающим трудности с успешными прыжками. Но они считают, что в этом теперь нет никакой необходимости. Проведена работа над человеческим оружием, над которым еще будут работать. Изменены и настроены многие новые иконки запахов, миграций, святилищ. Диаблоцератопс также получил некоторые улучшения. Во время спарринга у него есть боковой шаг, чтобы быстро обойти друг друга. Управление они перенесли на клавишу пробел, чтобы сделать его более удобным для пользователя. Камера при спарринге заблокирована спереди, что делает ее более сфокусированной на взаимодействии. Идет работа над новым действием столкновения с боком другого Диаблоцератопса, которое позволяет толкать его. Короче, работа над ним все еще продолжается. Кстати, как только разрабы завершат все необходимые работы над ним, они продолжат работать над Трицератопсом, которого отложили на некоторое время в черный пыльный ящик. По герарозавру. Индикатор прыжков теперь будет настроен так, чтобы показывать, когда мы можем сломать ноги при прыжке. Перелом ног это то, что действительно мы хотели бы избежать. Это должно быть весьма полезно. Люди. Этот месяц был посвящен людям и расширению их присутствия на острове. Вскоре мы найдем новые водные ограждения, что станет началом формирования водного геймплея. Также в будущем взаимодействуя с человеком в игровом процессе, разработали ключ-карты. Эти карточки находятся в стадии разработки. Вот по мне это достаточно интересно. Для каждого рода дверей, получается, в помещение нужно будет попасть с помощью определенной ключ-карты. Ну, раз зашла речь о людях, отойду чуть от девлога. Реализация людей в игре идет достаточно хорошо. Многие интересовались и спрашивали. В игре будет различная кастомизация людей. Да. Большой спектр настройки одежды и прочего. Также появится настройка женского пола. Но как быстро не уточнили. Ведется работа над сглаживанием анимаций. Еще, отходя от темы девлога, подсказки в игре при выборе динозавра хотят нести со следующего года якобы. Что за подсказки, я о них рассказывал в прошлых новостях, так что поищи. Вкратце, это небольшая Википедия и в Рима. Каждому отдельному динозавру. Да, совсем забыл выразить огромное спасибо Ланелли за некоторую помощь. Вернемся к девлогу. Брайан Филлипс в скором времени должен приступить к работе над майозавром. Будем следить и ждать с нетерпением. Яд дилофазавра также претерпел изменения. Большая часть работы заключалась в том, как должны быть реализованы звуки и атмосфера происходящего. Окружающая среда разбивается теперь на слои, которые либо вводятся, либо удаляются по мере того, как жертва проходит через стадию отравления, становясь более клаустрофобной, когда она достигает третьей стадии. Звуки окружения все еще будут слышны на стадии 1 и медленно удалятся до тех пор, пока мы не дойдем до заключительной стадии отравления. В этом месяце команда Qality усердно работала, продолжая тестировать Диабло Царатопса, Дилфазавра, Герерозавра. Последние два, кстати, близятся к завершению. Все, что нужно сделать, это немного протестировать баланс, добавить несколько ассетов и исправить все затянувшиеся проблемы, после чего они будут готовы к выпуску. Кстати, да, как говорили в одном источнике, что возможно закрытых стресс-тестов по новым динозаврам и не будет. С этим справится команда Qality. Нам могут их неожиданно просто выкатить в игру. Короче, скрестим пальц. Вот, кстати, интересные ошибки. Это голова Дилфазавра, вырастающая до огромных размеров, когда он тащит труп. Герерозавр. Любитель бросаться головой вперед в грязевые ямы. Диабло Царатопс. Определенно нужно поработать над его дыханием. Того гляди, у него сердце выпрыгнет из груди. Ну, я думаю, что с Деблога я подчеркнул, наверное, самое главное. Но досмотри до конца, кое-что интересное явно тебя еще ждет. Новая стамина, 80% игроков комьюнити просто бомбила и бомбит до сих пор от ее настроек. Разработчики уже начали значительные корректировки над ней. Но не стоит слишком радоваться. Несмотря на то, что восстановление выносливости, как и было задумано, действительно сильно напрягает, выносливость останется важной на острове, которой нужно будет правильно управлять. Спринт и бег везде – это не то, что они хотят. Кисон Китон сказала, все еще нужно работать над поиском золотой середины. Теперь о некоторых вопросах. Глобальный чат в игре. Глобальный чат в игре разработчики не хотят носить в игру, и его не должно быть никогда. Оптимизация в игре. Оптимизация в игре будет поправляться с каждым новым обновлением. Да, всегда будут ошибки, но полная оптимизация будет только к концу полного выхода игры. Кстати, пиши в комментариях примерную дату, когда Еврима родится, как полноценный продукт. Интересный факт того, что в закулисе некоторые люди из команды разработчиков уже начали небольшую работу над встраиванием и поддержкой моддинга в игру. Но однозначно могу заявить, до этого еще ой как долго. Да, забыл сказать, что многие динозавры, уже существующие в будущем в игре, смогут раскапывать норы и убивать их жителей. Ну и, наверное, под конец, до нового года остается очень мало времени. Разработчики, как обычно, могут уйти на долгий рождественский перерыв. Но нас должны удивить и дать вкусный подарок к новому году. Однозначно. Выпуск новых динозавров нового обновления. Будет в конце этого месяца. Но как полноценно, возможно, кто-то знает, а кто-то лишь догадывается, не знаю. Короче, пишите в комментариях. Да, не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал, жать колокольчик, не будь жмотиной. Ну и вступай в наш Дискорд, на наш бустер. Всем удачи. Всем мирного неба над головой. Берегите себя и хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok